Всем привет, ребят, с вами Матситник. Выделили цену на Альфа Урикс, а я вот недавно увидел и был, мягко говоря, в шоке. Поэтому сегодня, как никогда, я считаю, будет актуальна тема покупки БУ мопеда. Итак, ребят, вы накопили определенную сумму денег и вам нужно купить мопед. Опираясь на свой личный опыт, я вам расскажу, как это сделать дешево и не попасть на кругленькую сумму ремонта. Итак, мопед можно найти с рук. Это у друзей, родственников и знакомых. А также можно найти на досках объявлений. Тоже Авито, та же Юла и те же группы ВК, то есть всякие барахолки. Если вы нашли мопед с рук, то просите человека скинуть вам подробные фото, а также рассказать про мопед. Ну а с объявлением все проще. Вы просто рассматриваете фотографии или просите продавца скинуть также дополнительные фото, если что-то вам непонятно. При детальном осмотрении фотографии в первую очередь стоит обратить внимание на подтеки масла. Смотрим внимательно на вилку и на двигатель. Но не стоит забывать, что мопед перед продажей могли хорошенько отмыть. Далее внимательно рассматриваем двигатель. На нем не должно быть никаких следов герметика и никаких трещин. Также рассмотрим резину. На ней должен быть хороший протектор, иначе вам придется ее покупать, а это неплохие такие растраты. А далее уже смотрим на внешку. Не должно быть никаких следов ржавчины, это вам будет дополнительный повод для торга. Не должно быть вмятин на баке, пластик не должен быть треснутый, сидение должно быть нормальное без порванного чехла, а также должен быть целый багажник без следов сварки. Если какой-то из этих признаков есть по внешке, вы потом можете поторговаться за это с продавцом. Также спросите у продавца, как часто он менял масло на мопеде. Если приблизительно каждую тысячу километров, то все, ребят, в норме. И не забывайте спросить, что он ремонтировал на мопеде и как давно он это менял. Если устанавливался новый цилиндр, то владелец либо очень долго не менял масла, либо ездил на нулевике. Как правило, нулевики никто ничем не пропитывает, даже хотя бы тем же самым маслом можно пропитать, но этого никто не делает. Если вас все устроило, то можно ехать смотреть мопед. С собой не забудьте взять вот такой набор инструментов. Свечной ключ, головка на 14, вороток под нее, а также широкая отвертка. Как приехали на место, осмотр мопеда советую начать с двигателя, ведь именно это самый трудно ремонтируемый узел. Осмотр двигателя начинаем с выявления подтеков масла. Чаще всего масло течет в следующих местах. Из вала кикстартера из-за того, что износился сальник. Также вот здесь может быть пробита крышка из-за того, что мопеды упали на правую сторону. Также может быть течь масло вот под этой крышкой. Проверить это можно, поводя вот здесь снизу рукой. Чаще всего это случается из-за изношенной цепи. Там может просто-напросто протереть картер. Ну, либо если мопед эксплуатировался в песчаной местности. Песок попадает под сальник, и сальник просто-напросто изнашивается. Следующее место, откуда может течь масло, это из-под крепления ножек водителя. Случается это, когда в крепление попадает грязь. Ну, либо это самое крепление сильно перетягивает, резьба рвется, туда находит очень длинный болт и начинает его загонять. От этого пробивается картер, начинает течь масло. И последнее место, откуда может течь масло, это заднее крепление двигателя. Бывает, его плохо затягивают, из-за этого двигатель вибрирует и сам себя разбивает. И там появляется трещина, через которую начинает сочиться масло. Ну, и самые безобидные подтеки масла находятся на головке. Это вот эта вот крышка, когда перетягивают болт, который находится с обратной стороны Здесь образуется трещина, начинается подтек масла Ну, еще бывают подтеки вот с этой вот шпильки Ну, либо ставят вот такую вот обычную гаечку, вместо закрытой А, еще чуть не забыл, масло может течь со сливочного болта Если там сорвана резьба, либо не стоит алюминиевое кольцо Ну, либо из болта гидронатяжителя цепи Опять же, по тем самым причинам Итак, мы сделали внешний осмотр двигателя, никаких проблем не было обнаружено Далее мы можем взять и выкрутить щуп, посмотреть, есть ли вообще в двигателе масло и оценить его состояние Так, масло у нас есть, и как мы видим, оно еще в принципе нормальное, потому что оно было недавно залито Далее, с разрешения продавца мы выкручиваем свечу Оцениваем состояние этой самой свечи Если цвет изолятора белый, то есть подозрение, что у него будут проблемы с клапанами, а также с поршневой Ну, а если цвет изолятора черный, то либо обогатила смесь, либо сюда поступало масло Что то, что то является плохими признаками Определись, почему цвет изолятора черный можно только после запуска мопеда по цвету дыма Запускаем мопед и хорошенько его прогреваем После того, как мопед хорошо прогрет, начинаем газовать и смотрим на цвет выхлопных газов Если они черные, значит смесь богатит Если они белые или сизые, значит попадает масло в цилиндр, что не есть хорошо Как вы, наверное, заметили, цвет дыма был белый Но оно и не удивительно, потому что двигатель этого мопеда собран полностью на бывших запчастях Этим простым способом мы узнали состояние всей поршневой Дымит он, если изношены маслосъемные колпачки, либо изношен сам цилиндр, либо изношены маслосъемные кольца А сейчас мы будем проверять состояние коленвала Для этого нам понадобится, как я уже ранее говорил, широкая отвертка и длинная головка на 14 Откручиваем вот эту вот пробку Далее подводим коленвал в верхнюю мертвую точку И проверяем, не люфтит ли у нас коленвал У меня сейчас в данном случае люфтит ворота Коленвал вроде как не люфтит Далее проверим состояние выжимного подшипника в сцеплении Для этого нам нужно завести мопед И начинаем слышать шум со стороны сцепления Бывает здесь какой-то шум и при нажатии на сцепление он усиливается Значит здесь мертвый выжимной подшипник Умер выжимной подшипник сцепления Ну а вот собственно говоря источник шума В данном случае у меня здесь слышен какой-то стук Это стучат шестерные головные передачи Потому что они у меня здесь установлены от полуавтоматического сцепления Ну и последним шагом нам осталось проверить коробку передач Для этого мы трогаемся на мопеде И проверяем все передачи Чтобы они хорошо включались Чтобы не было никаких заеданий Никаких шумов и прочего Если с двигателем все отлично и вас все устраивает Начинаем проверять ходовую часть Для этого дергаем цепь и проверяем насколько она изношена Но здесь стоит новая цепь и новые звезды Поэтому износа здесь никакого нет Далее уже дергаем звездочку туда-сюда И здесь отчетливо видно что изношены демпфера Далее начинаем дергать за само колесо И смотрим не люфтит ли оно Если оно люфтит значит изношены подшипники А если еще к этому всему люфтит маятник То понятное дело изношены сайлентблоки Следующим шагом проверяем амортизаторы Если они как в моем случае резко отскакивают Значит они не рабочие Вилка проверяется аналогичным образом Когда вы на нее давите она не должна резко возвращаться А как бы с таким небольшим замедлением А еще лучше запустить мобед И попробуйте хорошенько на нем разогнаться на кочках Тогда вы узнаете в каком состоянии подвеска Также не забываем проверить передние и задние тормоза Проверяем также на предмет износа подшипников Переднее колесо Ну и также проверяем свет Включаем все осветительные приборы И смотрим работают они у нас или нет Вот сейчас включаю дальний свет Ближний Все работает Все у нас переключается Все отлично Поворотники Все шикарно работает Ну и в принципе ребят на этом вроде как все Не забываем проверять двигатели компрессию Для этого нажимаем ногой на гикстартер И вам в ногу должно оказываться сопротивление В зависимости от кубатуры Если 50 кубиков оно будет легкое Если 110 кубиков оно уже будет серьезное Если ребята вы в двигателе обнаружили люфт коленвала Какие-то стуки из сцепления, из головки Он сильно дымит То я думаю лучше стоит отказаться от покупки такого мопеда Ну а если ребят вас все устраивает И мопед без документов И вы хотите именно купить без документов То смело его берите А если мопед с документами То тут тоже есть одна хитрость Чаще всего под видом документов подсовывают гарантийный талон Но это не является полноценными документами Документом разрешающим передвигаться на мопеде по дорогам Является паспорт технического средства Ну или ПТС Вот это уже является документами на мопед А не гарантийный талон Вот так я ребят вам рассказал Как купить мопед в наше нелегкое время Если вам понравилось это видео Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Пишите свои комментарии А также не забывайте про группу ВК И канал в Яндекс Дзен Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok